Так, я открыла работу свою с прошлых видео и вот мои мечети. Давайте возьмем объект, Ctrl-C и давайте посмотрим. Тут есть узор, мы его удалим, Ctrl-V, ставим мечеть. Так, если просто ничего не обрабатывать, допустим, вот так вот, допустим, давайте изолируем и сделаем черно-белую маску, то есть наполовину сделаем прозрачную. Черная и полностью белая. Мне надо затемнить нижний край, по сути. Сделаем вот так вот. Так, ладно, оставим нашу мечеть так, только сгруппируем. Издаем маску. Зайдя в маску, можно редактировать сам градиент. Надо, чтобы нижнего края не было видно. Допустим, вот так вот. Возвращаемся в основной паил и выходим из изоляции. Вот такая вот история получается пока что. Теперь, что еще можно сделать? Выделяем нашу мечеть и можно дать ей какой-нибудь другой цвет. можно даже дать ей какой-то градиент. Дадим даже какой-нибудь эффект. Это все мы делаем помимо маски. Маска у нас отдельно, а эффект у нас отдельно. Ctrl-H нажимаем, чтобы было видно. Можно сделать осветление, можно сделать затемнение. в принципе так и так. Все мне, наверное, больше всего нравится вот это. Еще смотрите маску, можно сделать радиальной. и допустим, только часть осветить. И вот так вот, допустим, да, тоже красиво получается. Ну, допустим. Проходим из изоляции. Вот. То есть это дополнительный объект, с помощью которого можно будет выстраивать дополнительные симиляры. Допустим, Ctrl-Shift-Alt, да, мы скопировали. То есть у нас есть вот один вариант и второй вариант. Давайте, допустим, у второго варианта маску поменяем градиент. Допустим, вот так вот сделаем, да. Или можно вот так вот из центра. Можно маску сделать более мягкий край. Допустим образом. Можно, если полностью убрать серый, то оно не будет полностью прозрачно. Оно будет именно такое размытое. Ну, и вот так вот можно играть, да, подбирая композицию. Допустим, мне нравится вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...